И нет, потому что, ну, официально я сейчас буду для вас один, но так, канал второй, то, соответственно, это совершенно логично. Вот. Что, соответственно, касается сегодняшнего противостояния, я бы сказал то, что оно будет крайне интересным, потому что, опять же, две команды, которые довольно много играют сейчас во всех квалах и имеют стабильный состав, что самое главное, вы сами знаете, что произошло, например, с Вегой совсем недавно. И что касается личных противостояний, практически месяц не виделись эти команды, участвовали друг против друга в Galaxy Battles. На протяжении как раз-таки двух встреч Team Spirit обыграла 23-го числа EF, то есть эффектов со счетом 2-0, а до этого эффекты сами обыграли Spirit в 21-го числа. То есть, по факту, буквально месяц назад они встретились в двух Best of 3 и разменялись этими BO3, да, то есть по факту сейчас ничья 1-1, можно так это назвать. Но это отдельный другой чемпионат. SL Genting, причем, проходит очень-очень быстро, да, то есть довольно много правильных матчей, много правильных регионов. Ну и совсем-совсем скоро мы с вами узнаем, кто же выйдет из каждого из них. Что касается СНГ-сетки, она сейчас выглядит так. Мы с вами смотрим 1-4 квалификации. Соответственно, завтра у нас будут 21-го числа начинаться в 5 часов вечера полуфиналы, и 22-го числа вы сможете лицезреть Best of 5 гранд-финал. Кто в него попадет, пока совершенно не ясно. Я бы сказал то, что, наверное, с верхней части сетки все неплохо у Na'Vi, потому что они играют сейчас против... будут играть, точнее, против Вайтсов. Это команда, которая не то чтобы звезды с неба хватает. Соответственно, Team Spirit против EF будут бороться за место против Na'Vi, в том случае, если они все-таки выйдут. Ну и нижняя сетка, я бы сказал, что очень серьезно здесь смотрится Империя, потому что Имперцы будут играть против Team Divine, который мы с вами будем смотреть после этого матча, и Gambit против Vega, соответственно, здесь тоже очень будет интересно понаблюдать за тем, как себя будут чувствовать Vega Squadron, потому как, опять же, да, у них поменялся состав, они убрали двух игроков и так далее. Что по поводу... Что по поводу пиков, да, у нас вышел патч, как вы знаете, ночью. Он меняет двух самых главных персонажей, которые постоянно у нас были в пиках. Это Медуза, ну или в банах, да, это Медуза и Морф. Также были изменены немножко работы Шторма под Арканруной. Но это, опять же, минорное, я бы сказал, изменение. Самое главное, да, что просто по факту уничтожили Морфа в хлам. И вторая вещь, которая произошла, это, конечно же, печаль для Медузы и ее артефактов. Вот, также немножко поднерфили... Господи, Омни Найта, но я не думаю, что это так сильно скажется на то, кто будет... кем будут играть наши профессионалы. Ну и мы уже видим, что эффекты забрали себе Шамана Тинни и Таска. Сейчас Team Spirit забрали Шадо Демона, Дроу Рейнджера и Никс Ассасина. К дрове, ясное дело, добавится какой-то еще интересный рейнджевой персонаж. Пока что они не раскрыли нам вообще, в принципе, мидера, да, и хардлейнера, которые, в принципе, могли бы здесь быть. Никс, конечно, может исполнять Харду, но в основе своей сейчас это ромящий саб. Что касается эффектов, Тинни уже в виде кора одного раскрыт, ну и два саппорта в виде четверки Тускара и пятерки Шадо Шамана тоже нам понятны. Тайд Хантер появляется против Team Spirit, Арбуз. И, кстати, да, у нас, я так понимаю, то, что снова без билета, поэтому мы будем пытаться понимать вообще. Я думаю, что вы мне намного лучше расскажете, под какими никнеймами играют парни из эффекта, потому что все-таки... Давайте сами с вами попробуем сейчас. Так, ну, Седой, соответственно, наверное, в харде будет играть у нас. Афонин Арсейкенкар. Ну, в общем, да, давайте, когда они разберут персонажей, вы мне расскажете все-таки, кто из них кто, и это, чем мы вместе с вами будем пытаться понять, потому как, к сожалению, нету... нету билета, да, то есть на это лобби, и из-за этого, соответственно, никнеймы неправильны. Хотя, опять же, ничего страшного в этом, наверное, нету. Хотя для меня будет немножко сложновато в этом разбираться. Сами прекрасно понимаете, комментирую это я в основе свой CSGO. Тут еще на выходных работал на памге. И с датоном последний раз сватывался на адреналин-раш чемпионате. Так, веник появляется у Team Spirit. Ну да, вот опять же, пуш-страта выглядит пока очень-очень перспективно. Если взять еще Тайтхантера, причем, да, то есть самая главная проблема персонажей в формате Тайтхантера, что кулдаун ульты, он большой, и против пуш-пиков, если вы где-то в какой-то момент неправильно нажимаете эту ульту, то она просто-напросто... Ну, и то идет очень большой кулдаун, и за это время вы не можете драться по-человечески. Team Spirit будет этим пользоваться 100%. Как только они увидят кулдауну на Серпент-вардах, на Тайде, на Рейвиджа, сразу же пойдут пушить. Всем привет, чатик, друзья. Так я один, я буду более-менее его читать. Так что... Я буду с вами более-менее на онлайне. Да, к сожалению, задержка, как всегда, имеется, поэтому и реагирую я на вас буду с маленьким делаем. Ну, и последним баном сейчас посмотрим, что заедет. Надо работать против, как раз-таки, сейчас пуша оппонента. Хотя по факту у Team Spirit нету персонажа, который бы вот именно был супер-врывателем, да? Никс хорош в Вендете, но, опять же, это не то. Немного неплохо было бы иметь персонажа, который мог бы... Ну, на самом деле, с дровкой довольно часто Тайдхантера берут, потому что именно он является тем самым пулеприемником, и тем персонажем, который собирает для своей команды тимфайтовые, да, артефакты, плюс еще и Блинк, который крайне здесь, по-моему, необходим. И вот она, Патма. В бане от эффект. Не знаю, неплохо было бы иметь какую-то инициацию для Team Spirit, помимо Никса, на мой взгляд, но это, опять же, их личное дело. Они могут просто сейчас добавить еще пуша, и только этими вещами и занимаются. Достаточно интересно, как построят свой последний пик Team Spirit, и куда вообще они поставят этого веника, потому что все еще есть возможность это выбирать. Можно вообще агрессивный 3+, замутить при желании. И Team Spirit думает, что же им последним забанить? Пока что эффектов не хватает кора одного, да, то есть есть харлайнер, есть либо сейф, либо миддлайнер, но, скорее всего, сейф лайнера и не хватает миддера. Штормспирит. Штормспирит инвокер для Team Spirit на миддл. Интересное решение. Посмотрим, как линии свои поставит Team Spirit. Кстати, по поводу ТСов хотя бы понятно, что по никнеймам, да, то есть Фобия — это Фобос, Бивер — это Бивер, ЛТВ — это ЛТВ, Иледан — это Иледан. С этим все хотя бы понятно, да, и, ну, ЯУ, соответственно, ФНГ. А вот что там с по никнеймам у эффектов, честно говоря, вообще не в курсах. Но если вы в курсах, опять же напишите. Просто вся идеология эффектов в том, что здесь достаточно жирные персонажи, которые влетают в эту дрову и должны ее убивать, то есть эффектам нужно что-то, что будет давать еще больше вижена, потому что влетать без вижена ты в траксу не сможешь. О, вот еще один жир. Короче, если в самом простом варианте, то мы все прекрасно понимаем с вами одну вещь. Она называется у Team Spirit пушущий пик на исполнение, и у эффектов это пик на просто вот влететь лицом в сарай. То есть здесь исполнение должно быть минимальным по факту. Да, это жирные персы, которые влетают и разбивают лица. И мне реально очень интересно, что же здесь будут делать с эффекта. Потому что, ну, единственный персонаж тонкий у них здесь — это Шабан. Все остальные — это вот просто влетая в лицо. Вот, и будет крайне интересно понаблюдать, как с этим будет справляться Team Spirit. Потому что им нужно будет нарастить крайне много дэмэджа и контроля для того, чтобы справляться в тимфайтах. Ну, и ДК смотрится перспективно. Во-первых, потому как он, опять же, дополняет вот этот жирный пик. Во-вторых, это, конечно, момент с возможностями с пуша. То есть в тот момент, когда ты, допустим, уходишь с миды для того, чтобы подбить таверу, там, помочь своим тиммейтам, сразу же ДК принимает форму дракона и сразу начинает пушить. То есть его оставлять на линии просто-напросто нельзя. Инвокер будет уходить с линии, ясное дело, в какие-то моменты подфармивать леса и так далее. Так что такое. Ну, я думаю, что вполне себе такой файтовый пик. Шикарно. Шикарно. Просто-напросто. Жесть как. Сейчас, секундочку, я попробую что-то с этим сделать, потому что у меня по неизвестной причине вообще не работает управление в доте. И, походу, это какой-то баг. Сейчас, секундочку. Придется вам посмотреть на выставочку. Прошу прощения. И то же самое. Класс. Перезагружу Татон. Ура. Честно сказать, я давно не видел подобных багов, но... Life is hard. Итак, ФНГ у нас будет исполнять на Shadow Demony. Бивер, соответственно, не касательно четверка. Сейфлайн керри Лидан на Траксе на своей любимой классической. ЛТВ с тестом на инвокер на харде. И... Точнее, на миде, прошу прощения. И, конечно же, Харлейн Фобос на Веномансере. Что касается парней из эффектов, я, честно, не знаю, кто там кто. Поэтому напишите, пожалуйста, мне. Так, Милу это Афонинджа. Окей, хорошо. Будем верить вам. Ну, или Афонинджа. На Вега и Гамбит тоже ты кометить будешь. Я не помню, какой у меня второй матч. Но у меня точно какой-то матч с другой части. Все-таки после этого было 3. Ну и до свидания. Тай, да. Сейчас просто должно прикончить. Хотя... Да. Определенно. Сейчас еще пару-тройку тычек и... ФБ на Тайде. Боже, как же долго убить. Как же долго уныло. Сейчас еще один НПЛ будет от Бивера. Ну, ну что? Бивер потерялся в трех соснах? Боже мой. Он... Поиск пути его... Опечалил сейчас. Бывает. Случается. Тем временем на Вега у нас, соответственно, ЛТВ будет стоять против ДК. И одновременно с этим Мейден будет пытаться максимально на Тускаре прилетать к нему. Сноубол от Спиритов. 1-0 минут за 35. Но тут самое главное сейчас их оппонентам, точнее эффектам, не ошибаться в early game. Потому что вот если вы отдаёте ФБ, они, кстати, до сих пор продолжают гнаться за Тайтхантером. Ну, из позитива они вытащили из него два танга и еще один... и еще салву, да. То есть, ну, не самое приятное начало для хардейнера. Но он максимально сейчас оформляет по... Ой, Фобос, как же так? Не попадает своим гелем по двум игрокам, которые стояли в линейку. Фобос. Фобос Габелла, и он отдаёт ФБ для Шадоу Шамана. Такое. Такое. Дота против того, чтобы ты кастил. Да, именно так это и выглядело, когда я зашел, и у меня реально не работало вообще управление. По контролю над картой. Мейден пришел на ботом, пытается улучшить немного жизнь Тайтхантера. Но, честно говоря, крайне сомнительно, как он будет ее здесь улучшать. Мы все прекрасно понимаем, что ее здесь не улучшишь. Это линия против дровы, Никса и Шадоу Демона. Ну, то есть, ладно, ШД еще не самая смертельная вещь в этом мире. Но, согласитесь, Никса и дрова, это неприятно. Одна аура дачи его стоит. Я не говорю про замедление и все остальное. Да, есть Кракеншелл все-таки. То есть, жить-то он будет. Это самое главное. С другой стороны, фармить-то, извините меня, ты не будешь вообще. В отличие от Виномастера, который может заниматься вот этими грязными вещами, под названием просто Стоять в лесу. Но, с другой стороны, Тайдхантера приходится зонить несколькими игроками. Веник ушел с линии полностью. Тини фрифармит. И к нему никто не приходит. То есть, Тиник совершенно спокойно может отпустить Шадо Шамана по своим делам, который может лутать себе левел при помощи отводов. Тускаря, который может ромить всю карту. В отличие от Тайдхантера, который берет на себя сейчас максимум внимания и от ФНГ, и от Бивера. Кингар, ШД, Тини, Афоня. Соответственно, Афтерлайф, Тайт и Куман, ДК. Спасибо большое. Состава не знаешь, расписание... Не знаешь... Нет, ну в смысле, я просто посмотрел, какой у меня первый матч нашел дальше. По поводу составов, ну, в Spirit of T я знаю. А, следующую катку я посмотрю в расписании попозже. Так. Холлихантер. Ну, чё-то, как-то вот... Хочется, хочется много дэмэджа в Тарлайфа внести, но это мы видим, что нет. Нет. Ничего подобного. Смаки от Мэйдена. Инвокер стоит на миде, по-моему, он что-то чувствует по этому поводу. К нему ещё и ШД пришёл. Сейчас будет заруба нормальная, только у Бивера нету маны вообще, в принципе. Хотя, Кларити мог бы попросить своего тиммейта. Сноубол сверху. Отстану до конета, да. Но, в принципе, не суть важна. В любом случае, хороший подсейф у Тэфинга. Инвокер будет жить. Изи для эффектов. Я не знаю, честно вам скажу. Мне пик импонирует больше, наверное, тимспиритовский. Просто по причине... У меня на вторую карту, скорее всего, будет со кастера. Это прекрасно. Это намного лучше, нежели на мысе здесь. Согласитесь. Особенно не знаю, какая у меня карта следующая. О, боже мой. Какая была три точнее следующая. Тем временем, Тайдец пытается уйти. Ну, я не знаю. Типа, третий лавел он себе залутал. Но шесть лаз-хитов. Это крайне сомнительно. И его жизнь просто упомрачительно плоха. Но, опять же, да. Все-таки какое-то время он забирает двух саппортов. Симспирит. Ну-ка, я себе лого поставлю. О, поставил лого. Ништяк. Только надо еще, наверное, хуй поставить. Хуй поставил лого. Хуй поставил лого. Вот, отлично. Теперь вроде как хорошо. Работает. Так что теперь у нас есть даже лого команд. Приятненько. Бивер. Миссис ФНГ. Опять же, ну, продолжает миссить тут Тайдхантера. Но ему, честно говоря, все равно. Тускар приходится даже. И Мэйден вместе с Кингаром получает салад. Все-таки сноупол. На ФНГ. ФНГ просел до 150 хп. Бивер, дабл, стан. И до свидания. До свидания. Первый в Шейкл. И взяли еще и дровку. Дровка пытается уйти отсюда ногами. Но за медлой. Нужно еще немного дамаги. Сверху прилетает от Кингара. Это еще один фраг, кстати, для Расты. Крайне приятное начало. Но то, о чем мы говорили, да. Что если минимум ошибок допускается со стороны эффектов, то у них появляются очень хорошие шансы противостоять этому сноубову. Тем временем на миде проблемы серьезные. УДК. Он пытается уйти здесь. Тускар. Мэйден. Откинул нормальные шарды. Все с ним будет в порядке. Афонин, тем временем, напоминаю, фрифармит. Вообще жутко фрифармит. 42 латсхита. Вместе 40, точнее, 46 уже, да. Он там, видимо, отфармил линию просто. 43 латсхита для ДК. Ну, то есть мы все прекрасно понимаем, что это не только перефарм. Да, давайте вот откроем над Ворсом. 2,5. 2,300. И 2,200. У 2,200 у инвокера. Что с ним случилось вообще? Как так? Почему все настолько слабенько? Не то чтобы, да. Понятное дело, что ДК сильнее, чем инвокер в early game на лейнинг стадии. Но не настолько же. Я не помню, чтобы к инвокеру так жестко приходили. Типа один раз, по-моему, у него там гангали, может быть, максимум 2, там Тускар еще помогал. Это вот то, о чем я говорил по поводу Виномастера, да. То есть ты фармишь здесь под лесок, и таким образом на твоего мидера совершенно спокойно открывается атака, охота. Ну и мы видели то, что и на ботом то же самое случилось. То есть Солидан вынужден был потерять собственную жизнь. Такое. По-моему, все не идет прям что по плану жесткому. И это то самое окно, когда эффекты могут законтролировать эту карту и постараться довести ее до победного конца. Нашхард на сокасте. Вот это было бы, да. Но я, кстати, ни разу в жизни не комментировал с Нашхардом. Когда я пришел, его уже ушли, по-моему. Так, Тадетс, 6. 6 хп. Нет Вижена. Ну, понятное дело, что нет Вижена. Никто же не ожидает то, что перед лицом у Арбуза располнится инвиз руна. Никто. В том случае, я точно не ожидал бы. Тауэр тут тоже будет падать. То есть вот это начало. Начало таких приятных вещей для эффектов. Потому как это контроль над картой. Как они будут его сгонять? Изракшен. Ну и ДК, конечно, проседает. МПЛ не туда, Санстрайк не туда. Ну, вот то, о чем я говорил. Пик просто у эффектов в разы проще. Им не надо попадать МПЛами, не надо попадать Санстрайками. Нет, конечно, вы скажете мне, что есть один парниша в Китае. И у них на Эмротике, который умудрялся и ревейджами не попадать. Но, согласитесь, ревейджами все равно намного проще. Так что тут просто мясо, которое соберет в себе артефакты. Да, здоровые жирные персонажи. Которые просто после этого будут падать на лицо дровки. Смывать ее с лица земли. Да, есть подсейвы в виде ШД. Да, там Мекку соберется, там подобное. В Эл Дискорд, кстати, от Веномайсера постепенно подъезжаем. Что по левелам? По левелам девятой у Тини Афонин стоял вообще без каких-либо напрягов. Восьмой для Фобоса. У ДК восьмой или Данчик седьмой. Ну, тут, в принципе, ждем, конечно, шестых левлов от Тайдхантера с его ревейджем. И, конечно же, вендеты от Бивера. Таким образом, он сможет намного больше инициировать. Как раз-таки сейчас ему Миддл отдают по фарму. Потому что Инвокер ушел в лес. То, о чем я говорил, да, Инвокер будет регулярно уходить. Тем временем смог от Мэйдана и Афонина. Ох, это будет жестко. Ох, это будет прям-таки да. Инвокер. Инвокер. Увидел, ушел в инвиз. Окей, дасты есть? Нет. Почему-то Тускар не носит с собой вижен против инвокера. Не знаю почему, не спрашивайте меня. Не имею ни малейшего понятия. Ну и Никс, что у нас тут? Бивер нашел себе деньги на Арканы. Тоже уже приятно. В этом время, посмотрите, что он делает. Миддк уже совсем обнаглел. Он чувствует себя здесь ненаказанным, в принципе. Хотя он сейчас уже отходит, да. И вот он шестой левел для Тайхантера. Солоринг имеется. Но по фарму, конечно, Тайдец проседает серьезно. Но зато его тиммейты в полном порядке. Фейзи, кстати, Тайда. В полнейшем порядке. Кстати, вот по поводу фейзов. Арканы были бы неплохо на двух персонажах иметь. Потому что у данных персонажей крайне мало монопула. Потому что это силовики. Набор силовиков просто. Так. Ну и что? Бьют. Окей. Было близко. Было крайне близко. Но все-таки у Элидана сейчас деможей, ясно, я делал очень много. Но то она дровка. Ну и Фобос. Фобос, мне кажется, это та самая надежда. То есть с появлением элв Дискорда вносится достаточно много магического деможа. Не то, чтобы здесь какие-то лютые раскастеры, да. Но хотя бы инвокер. А к минимуму. И помимо хорошего физического рэвидж, пошел на шадоу демона дровка. Дровке будет больно. Крайне больно. Она дает сало делать тэп аут. И смогут ли ее... Да. Ее не останавливают здесь Фобос. Срочно делают тэп сюда. Тайтхантер. Точнее, Тинни уже ушел. Тайтхантер еще пока что не ушел на импейлы. Импейл был потрачен в никуда. Снова бивер. Камон. Как же так? Надо сосредоточиться максимально сейчас биверу. Потому что после таких импейлов ты вообще можешь... Литануть. Будет совсем неприятно. Смог, по-моему, здесь готовится. Да. Да. Да, показывает. Только надо привезти себе смочок. Кто его привезет? Тадец. Нет, смока не будет. Бивер просто заходит на чужой хг во время руны. И, боже мой, это что-то с чем-то. Что-то с бивером не так. Он поломался. Да. Да. Ну, против... После нави такие, в принципе, люди и приходят, что называется. Ну, вообще, я, честно говоря, не знаю, что с ним сегодня. Ну, это было крайне безответственное поступок с его стороны. Мю, посмотрите, просто заходит чужие леса. Говорит, здорово, инвокер, чё, как у тебя? А у инвокера... На инвокеру снова нет вижена. Второй раз подряд у Афонина и его компании. Ладно, у Афонина, да, у Мэйдена не было вижена. А они так его и не купили. Шаман-то себе купил с Син-3. Окей, ну, вот достык, кстати, две штуки сейчас запиханные в фигбай. Ну, я даже не знаю, честно говоря. Так, прошу прощения. Банил там спамера. Пропустил для вас килл. Видимо, там что-то было эпично. Бивер прижимает свою первую имитету, если я не ошибаюсь. И сейчас должен увидеть шамана. Шамана 636 хп. Бивер остался здесь стоять. Ну, он будет, типа, на подсейве для Элидана стоять. По-моему, увидели. Да, его видели. Абсолютно точно. Увидел крип. Бивер... Ну, то есть у Бивера есть такая штука, как Альт. Да, и типа ты можешь, знаете, вижен тамера. Старая штука. Ну и веник. Приезжает сюда. Пока крайне спокойная игра. При том, что, опять же, да, наращивать тот потенциал, который уже имеется, эффектом прямо сейчас надо. А да, они отдают, на мой взгляд, слишком много лишнего времени своим оппонентам. То есть, что у вас есть? Да, у вас есть ДК. Это ДК. Мне рассказывала мама, я сам не в курсе. Умеет превращаться в форму дракона. Ну, он типа Драгон Найт, ну, сами понимаете, да? Я имею в виду, камон, просто зайдите в пятером на тавер. Ну, в четвером на тавер. В тот момент, когда у вас есть реведж. Все, до свидания. Это изи тавер, изи два тавера, изи три тавера, изи контроль над картой, изи доминация. То есть, вы обязаны сейчас просто взять и уничтожить леса с оппонента. Я, конечно, понимаю, что я не в команде и все остальное черта не понимаю, но... Камон. Если вы со мной согласны, это троечку, пожалуйста, четверочку. Если не согласны. Но эффекты реально сейчас имеют золотое время, когда они могут совершенно спокойно сокращать карту для своего оппонента. Максимально уменьшать для него фарм места. С другой стороны, может, они беспокоятся по поводу сохранения. Ну, вот сейчас вот тир 2 пошла. Слава богу. Но, по-моему, минуты 3 они реально буквально в смысле ничего не делали. Вы скажете то, что они просто ждали своих артефактов, но я бы сказал, что тот же самый рулет на ДК все это время был. Шаман, кстати, уже смог купить блинг, друзья. 15-ая минута у шамана блинг. Это не круто. Тем временем Слава, которая не сбивает тпшки. Два человека просто делают тп-аут. Сирпент все еще стоят. Отгоняют здесь ДК. Тем временем заруба на миде. Жесткая. Тинник пришел. Раскастовался Фобоса, но Фобос живет до самого последнего конца. Но ДК придется закончить Фобоса точно. 100%. До свидания, Фобо. Денай, кстати, от дровы ботом Тавра, за которой как раз и шло сражение изначально. Но эта перетяжка достаточно интересная. ЛТВ, кстати, использует максимальное количество времени для того, чтобы фармить при помощи Мидаса. Драмцов и, конечно же, своих фаржей вместе с Алакрити. Так что все нормально. Не, у Бивера игра вообще Фламина не идет, на мой взгляд. Нам надо дальше за ним смотреть, потому что, кто его знает, может быть у него все-таки получится себя реализовать. Файд Рекап. Ясное дело, что побольше получились сейчас игроки команды Spirit. Но, честно говоря, если эффекты это не додавит, с таким орлигеймом у меня будет множество вопросов. Я думаю, что вас тоже. Напоминаю, что, друзья, это БО-3 противостояние в 1-4-й ESL джентинг квалификации. Отлично, те, кто хотят полететь на ESL, уступать, должны сейчас выигрывать 2 БО-3 и Best of 5 в гранд-финале. Но у нас в сетке имеются Нави, имеются Империя. Благо, ВП нет. Будь тут ВП, было бы, конечно, посложнее в СНГ дивизионе выступать. Но ВП вроде как отсутствует. Да, так оно и есть. Есть Империя, есть Гамбиты, есть Вега, есть Спирита, есть Нави. Вот это на основные там... Ну, ладно, по поводу Гамбита ничего не знаю, но... Нави, в Риме у нас на правильной трансляции играет против Вайтсов. В самом случае, так говорит Джоэн Дота. Я, честно говоря, не проверял. Троечку бы кастеру прописать. Есть такое дело. Друзья, если я где-то немного не вдупляю, реально прошу прощения. Сложновато порой переходить в Дотан, да, после того... Ой-ой-ой-ой, Тускорецкий. Как же ему больно. Вот это тот сетап изначальной, да, идеологии, в принципе, пика, которая была здесь настроена на вот такие подобные ганки, да. Здесь Ник находит. И сразу же Санстрайк летит от Инвокера, который не теряет времени вообще. И сразу же, как только они теряют Никса, мы видим то, что эффекты хотят зайти на Рошана. И заходит с хайграунда Инвокера или Дан. Хорошая сала, но Рэвидж ответный вместе с лаунчами. И просто накидали дробки. Все, что было. Фобос, хорошая ульта по троим. Нова пошла, дамажит здесь Драгонайт. А тем временем выкуп еще и от Дроу Рейнджер. И Драгонайт мансует армлетом до конца жестко. Тем временем его просто дезраптит. И все-таки, все-таки умирает ДК здесь. Пытается Тайдхантеру уйти. У него, кстати, появилась в этот момент пайпа. Только привезлась. Возможно, кстати, поторопились. Возможно, стоило дождаться пайпы. И уже только после этого идти. Потому что Нова сожрала нереальное количество хп. Сейчас давайте посмотрим на фай 3к. Потому что это крайне интересно. Ну и Иллидан. Его выкуп не реализован вообще. Единственное, что они добились, это то, что не дали захватить Рошана. 4 тысячи 737 дамаги от Фобоса. Сладкий червячок сейчас залетел. Просто-напросто раздал зеленью. Очень много дамаги. Ну и 5 тысяч, конечно, от мидера команды. И, в принципе, нормальный тимфайт получился для эффектов. Они выбили байбэк. Они убили трех. Все хорошо. Да, потеряли двух. Ну и единственное, чего они добились, это Рошана. И снова сейчас будет затишье перед бурей, пока ревейджа не будет 80 секунд. Это на самом деле не такой же долгий тайминг. 40 секунд еще не будет серпентов. Ну и давайте понаблюдаем за тем, как Вивер пытается найти себе фраги сейчас, потому что это крайне интересно. Два центря было поставлено. Ооо, центревые войны по полной пошли. И Элидан вместе с Фобосом. У них пик заточен на физический дамаж, соответственно, неплохо бы забирать Рошанов. Ну и то самое, о чем я говорил по поводу пиков, да, еще в самом начале стадии, когда мы увидели с вами Расту вместе с Тайдхантером. Эти длинные кулдауны ультов будут использованы Элиданом и Компанией. То есть Спириты прекрасно знают, что есть сейчас кулдауны, поэтому они просто без проблем заходят на Ашана, забирают его. Изи, изи катка. Тем временем на миде у нас нашли Никса снова. Снова Никс не в теме. Но опять же, да, количество центрей, которое было потрачено, на мой взгляд, вполне себе адекватно. Так, до свидания. Тайт улетает домой. Так вот, я о том, что стоит ли то количество центрей, которые расставлены были Растой, и вообще потрачены деньги, да, Растой, убийство Никса. Вопрос. Вопрос. Ну, с другой стороны, вы скажете мне, что если бы Никса не было видно, он бы, извините, где-то кого-нибудь, какого-нибудь Раста прикончил при помощи Санстрайка. И в таком случае это, в деньгам, примерно то же самое. Гранд-финал сегодня? Нет. Полуфинал и Гранд-финал будут завтра и послезавтра. Его для вас не буду освещать, потому что там лишние комментаторы не нужны. Вот. Я просто-напросто здесь с вами, потому что крайне много правильных матчей. И мне сказали, чувак, не зайдешь тут по кассе. Я говорю, да, не проблема. Вот. Надеюсь, то, что Митя и Энмейт ко мне зайдут на следующую. Потому что его я с удовольствием послушаю намного больше, чем у самого себя. Яоо заходит, хороший Дизрапшн, пошел налево-направо, Станы, Санстрайки. Но в это попасть уже было невозможно. Если Бивер даже в это промахнулся, я просто плакал. Но, благо, этого не произошло. Ну и фоба за компанией начинает приниматься за этот тавер. Короче, по-моему, все здесь потрачено. Да, то есть превосходство в 3000 голды у эффектов. И пик, который настроен на то, чтобы еще тимфайтово заходить просто жирными чуваками. Без особой позиционки, просто влетать в тимфайт и торговать лицом танками, да. И раздамаживать при помощи того же самого Тинника, там ДК, кстати, который приобрел себе ШБ и сейчас фармит себе БКБ. Я, честно говоря, не знаю. Давайте посмотрим просто на артефакты. Аганим. То есть было хорошее время, его надо было реализовывать. Но реализация была крайне грустной. Фобоса Хирикан Пика, Вэл Дискорды, Мидас Аганимы от ЛТВ. И, соответственно, Иллидан пока что не расфармил, потому что потратил крайне много денег на то, чтобы выкупаться. В самый неудобный момент, что называется. И сейчас, конечно, он будет получать себе дополнительные артефакты, но еще не скоро. То есть сейчас Иллидан находится в, получается, пятой позиции по Нетворсу, да. Не самый лучший результат, я бы сказал. Столько же примерно имеется у Тайтхантера. Иллидан. Иллидан! Что? Что? Окей. Отличный Яегис реализация. Все дела, Рейвич, кстати, рядом здесь, если надо будет, поставить. Но не надо будет, потому что никто за этой дровкой не пошел. Я думаю, что сейчас парни из Спирит просто сами отдают эту карту с удовольствием. Но Бибер на развороте. Посмотрите, они хотят драться без дровки и ее ауры. Интересное решение от них. Потому что Рейвич все еще имеет свой эффект. Это крайне опасное решение сейчас будет. Если они решатся на это. Но они вроде как не собираются, слава богу. Потому что это был бы дикий фраул. Или это все-таки фраул? Как же они жестко изнасиловали эту иллюзию! Боже, вот это было вообще прям... Нормуль. Нормуль. Жестковато, жестковато, конечно, заехало. Ничего не скажу. Ну, давайте понаблюдаем за тем, как парни заходят просто-напросто на Тир-2. Потому что, ну, на ХГ-то ясно нанял, они не зайдут. ФНГ. Дизрапшн. Подстанчики. Ну, это все-таки им вообще плевать по жизни. Посмотрите, какое количество на него дебафов повесил. И вот он, врыв от Одесского. По четверым рэвич. Сверху Бивер. И все-таки уходит в инвиз. Ульта от Фобоса. Ответная приехала Тинни. Тинни проседает. В конце концов, он добивает здесь Бивера. И Тинни в конце концов умрет. Афонин. До свидания в таверну. Отличный размен для Фобоса. ДК тоже прикончили. Тем временем еще и схватили здесь Кингара за сосы. И до свидания. Еще и Кингар. Что вообще происходит каждый раз? Я имею в виду, что сейчас происходит? Что это было? Восемь тысяч демеджа. Точнее, из них пять тысяч от Фобоса опять. Опять они дают ему идеально раскастоваться. Я имею в виду, камон, у вас нереальное количество контроля. Но не дайте ему поражать Вейл в Дискорд вместе с ультой. Это все, что вас убивает. Два тимфайта, в которых убивает один Фобос. Так, там еще и загулял Тускар. Это просто жесть. Это просто жесть. Диа струкшены. Это просто жесть. Причем у Веника сейф только один, это Пика. Его изначально, да, скиллы не подразумевают эскейпа. У него нет никаких плитков. Все остальное там минвизы и бла-бла-бла. Но каким-то неведомым мне совершенно образом. Фобос мало того, что находит реально хорошую позиционку. И его не убивает в самом начале. О, Бивер там устроил. Ну, опять же, на него Синдрак потратили и время, которое Фобос там стоял. И вместе с Олиданом расстреливал Тавр. Так что размен более, чем в пользу для Спиритов. Разменяй Бивера на все, что угодно. Получишь позитив. И я, честно говоря, реально совершенно не понимаю, что происходит. То есть, мне кажется, что они должны понять, кто их главный противник сейчас, а именно Веник. Но в том случае, если они будут давать весь фокус Веника, неизвестно, что будет делать все это время дровкой инвокер. Согласитесь, да? Но у Веника реально пока еще нет столько защиты. Сейчас он начинает собирать БКБ. И вот это уже будет Хабела. Потому что против БКБ у эффектов нет ничего вообще. Ну, Эбисал Блейд в ближайшее время, ясное дело, не появится. И как только Веник будет нажимать БКБ, тут можно будет закрывать доту просто. Хотя, рано или поздно, согласитесь, до этого магического дэмэджа уже начнет не хватать. Причем, что у Тайдхантера есть пайпа. Но где эта пайпа? О, е-бой, зацепили. Просто-напросто сверху его. За медло поехало. Тайдеский прожал. Все, что было. Вообще, все, что было. И... Ему дадут улететь. Бивер, стан! Две секунды! Кулдаун, боль. Не получилось. Тем временем, ЛТВ находит здесь Айфонина вместе с Кенгаром. Но не разойдутся миром, я так понимаю, они не собираются иницировать здесь. О, это жестко. Это жестко. Честно вам скажу, я давно не смотрел СНГ Доту у вот этого эшелона, да. То есть, ну, обычно приходишь смотреть там какой-нибудь минор, мажор, уже ланы. Ну и там, что, Империя, Virtus.pro, Na'Vi. И не то, чтобы такое часто можно заметить, но здесь, да, странно. Странно это все выглядит, как минимум. Но, с другой стороны, опять же, Фобосу надо просто сказать спасибо. Тачит свою команду из ситуации, которая достаточно опасная была. То есть, в какой-то момент их перефармили на 3000 на где-то примерно 7-8 минуте. При этом все, у них АФК был инвокер, которому нужно было фрефармить, да. И сплитпушить по кулдауну, пока он не соберет себе Мидаса гоним драмы. И сейчас, кстати, у него уже БКБ. И тревела. Ну, то есть, это все. Это уже не остановить просто-напросто. Это должно засноболиться до конца. Но мы все прекрасно знаем, что ошибки существуют. И все всегда может измениться в маве не око. Просто, честно говоря, с тем, что имеется у эффектов, мне в это немножко не верится. Смачок! Ну, я не знаю. На мой взгляд, это ты последний смог вообще. То есть, это лучшее решение, что они сейчас смогут сделать, потому что все еще имеется очень много хорошего димфайта. Его каким-то образом надо реализовывать. Там с Инжиньяша та же самая появилась у Тинни. Надо попробовать, да. С новыми артефактами подраться. Поможет ли ему с Инжиньяша? Я не знаю, честно говоря. БКБ опять же у ДК. Сколько демеджа за БКБ нанесет ДК? Потому что в предыдущий раз ДК наносил достаточно много урона. Мы помним, но он еще был даже без БКБ. Соответственно, он теперь уже от Фобоса страдать так сильно не будет. Остальные серпенты. Окей. Кстати, хорошая позиционка у Бибера. Давайте понаблюдаем. Задет сейчас со спины. Увидели друг друга. Все в Shadow Blade. Нужен Центряк и видит Никса. Никса находит, убивает ему сразу же лицо. Тем временем Равага была потрачена еще и на ШД. ШД умер. Фобос раздал ульту, но всем плевать. До свидания. До свидания. Пайбек от Никса. Влетает сюда же Инвокер. Дефрендлоаст. Много демеджа в ДК. У него уже кулдаун БКБ, поэтому его ничто не спасет. Здесь стоит Хантер. И вот просто-напросто мочит. Здесь Юлидан подал Акритик. Сумасшедшее количество демо уже влетает сюда. Сверху. Влетает. Вортекс. Дорнадо. Любовь. И Арбуз умирает. Вкусно. Вот это, конечно, в тимфайт ничего не скажу. Причем по деньгам получилось достаточно странно. 802 голды получили эти парни, потому что Никс выкупался. По факту все вровень. Ушло по 3-4 килла. То есть 3 со стороны спиритов. 4 со стороны эффектов. Но выигрывает не тот, кто выигрывает тимфайт, а тот, кто выигрывает башни потом. И башни сейчас начнут падать крайне быстро. Фортификацион был проюзан. И Льдан все еще долбит под Делакрити. И демеджа у него немало. Давайте назовем это так. Причем после вот этих вот мид бараков у него еще и БКБ появится. А вот это уже совсем хабела. Влет от Тайтхантера. Причем байбек от Тайтхантера без реведжа. Не то чтобы суперэффективен. Тем временем влетает еще и на Никса. Никса снова забили. Бивер снова в таверне у него нет байбека. Мю, точнее Афонин. Афонина замедлили. Кирпич шикарнейший прилетает прямиком в землю. На него смотрят все. Дроу тем временем получает на себя хиксу. И начинают налево-направо наяривать. Шейклы сверху. И Дроу Рейнджер не выживет здесь. И нужно было прожимать это БКБ. Но не получилось. Не успела. ЛТВ прожал свое собственное. Бежит за Тинником. Тинник мацует за деревом. Красиво все было сделано. И совсем скоро у Инвокера закончится БКБ. Она заканчивается и уходит в Инвиз. Но Инвиз... Точнее, но есть Вижены. До свидания. Еще и АЛТВ. Жестко. Жестко. Что-то какие-то прямо... Что могу сказать? Веселая карта. Наверное, если бы я был бы аналитиком, я сказал бы что-то в стиле... Ну, наверное, слишком уж... Быстро заходили на ХГ. Да, выиграли, конечно, байбэк и все дела. Но надо было отходить. Пытаться сваливать к тот момент, когда они к СА прикончили. А не драться и так далее. Ну и, конечно, тот факт, что к дровке переехала БКБ. Она просто не успела его нажать. Ну, не знаю, может он даже не пытался. Мы знаем Элидана. Хотя, опять же, да. Все говорят о том, что в последнее время он улучшился и так далее. И что уже таких моментов с БКБ-хами нет. Но, сами знаете, порой вещи повторяются. Таков закон истории. ФНГ накидывает. Поезда на немножко. Но этот поезда никак ничему не мешает. Отличная инициация от Хингара. Контроль сверху, но Бивер отстанивает своего оппонента. Шадоу Шаман может отсюда просто не уйти. Очень много дамаги от Элидана сверху. До свидания, Шаман. Ну и вот он, вот он рвейдж. Нажал на троих, залетает и... Элидан Габелла. Уилья Дана просто-напросто не было здесь шансов, если бы он не нажал БКБ. Но он не нажал БКБ снова второй раз подряд в этом тифайте. Фобос спрашивает у своих тиммейтов, что вообще происходит. Почему меня сейчас бьют со всех сторон. И это сэндвич для Фобоса. Бивер. Бивер на лоу хп все-таки уйдет еще в своем визе. И это трипл килл для Тайтхантера. Да. Да. Парень, спириты лучше, просто пойми это. Ммм, самое время. Самое время понять, что спириты лучше, друзья. Я, честно говоря, не знаю и не собираюсь оскорблять никого в принципе, да. То есть победит тот, кто покажет себя с лучшей стороны. И пока, честно говоря, у меня нет той стороны. Я бы не сказал, что есть какая-то команда, которая показывает себя с лучшей. Да. Что-то сейчас странно. Ну зафокусили они Фобу и что. Так вот посмотрите, теперь Фоба не наносит дамеджа на самом-то деле. А если наносит, то не наносит Элидан, что самое главное. Дэм. Ну, Тайдетс, конечно, там слоу-граунда красиво прожимал ревейдж. Хотя даже я понимал, что сейчас равага будет. Почему Элидан не среагировал, я не в курсе. Но опять же, life is hard. We never know, что там у него было в голове в этот момент, да. Потому что, ну, у нас нет тимспика и так далее. Может быть, ему кричали в тимспик. Не прожимай, БКБ! Не прожимай, пожалуйста! Не надо! Может быть, кто знает? Кто знает. Тем временем Кристаллис появляется у инвокера. И квикбай линкин сфера. Хм. Окей. Почему бы и нет? Что называется? Так, что вообще по артефактам? Давайте откроем, потому что очень много замесов было. Не было времени нам с вами посмотреть. Остатки раз собирает ДК уже после БКБ, Шадоу Блейда и Армлета. Соответственно, Тайтхантер, Блинк, Форсстав, Пайпа, Гем имеется. Также будет Шива. Скорее всего, вот прямо сейчас прилетит к нему, потому что я видел, что он у него в рецепте стоял. Тем временем Макенгара собирает Саганин, ясное дело. Афонин с Инжиньяши, БКБ, Блинк. Ну и вот этот трипл БКБ, точнее два БКБ плюс Пайпа, она по факту начинает нивелировать Виномальсера. Рано или поздно, конечно, его Мьелнир и устойчивость драки будут приносить свои плоды, но, наверное, проблем вообще не в нем. Я бы сказал так, да, здесь даже вообще идеология не в деньгах, не в артефактах. Намного больше она просто в использовании всего потенциала, который у тебя имеется. И в данный момент мы видим то, что 6000 имспирит, которые выигрывались, они уходят в небытие, они уходят до 2000. И, конечно, это морально давит. Мало того, они драться сейчас ни в коем случае не могут. С эти Тинни будут собирать себе бабочку, которая была понятна в этом патче. Не то чтобы сильно, конечно, но все равно не особо приятно. И вот оно, Аегис, Сыр. Сыр у нас на ком? На ДК? Да, Сыр на ДК. Ассалт Кераса приехала. И вот это самое время, чтобы сейчас с эффектом просто заканчивать это все. Ну или пробовать заканчивать. ФНГ во внезапной для своего оппонента позиции. До свидания. Тип аут. Тем временем на боте сплитпушит ЛТВ. Но он правильно делает, не теряет времени. Так и надо себя вести в таких ситуациях. В общем и целом. И я так понимаю, что они уходят. Да, да. Вы посмотрите, эффекты настолько беспокоятся. Давайте голосование очередное. Я обожаю всю фигню, потому что сейчас в данный момент реально ничего не происходит. Троечку. За то, что вы считаете, что неплохо было бы все-таки попробовать зайти на ХГ. Четверочку. Молодцы, что отступили. А то ведь кто его вообще знает, чем это закончится. Но я бы сказал, что есть, наверное, самый адекватный пятый вариант. Называется попробовать подсмокироваться, да, и сделать фраг вне хайграунда. То есть нужно кого-то прикончить на стороне Team Spirit обязательно, чтобы зайти на ХГ, потому что иначе будет крайне неудобно. Что у нас по байбекам? По байбекам у нас все, в принципе, не так уж плохо. Но инвокера нету, да, там. Я думаю, что он быстро себе нафармит у него. Кстати, что там? Куленьки. Алинка появилась, окей. И следующим артефактом инвокер будет пытаться нафармить за своего кристалля с блато. Шикарная штука. Даст достаточно много импакта в Team Fight. Если они вообще еще будут, и до свидания, бивер. То, о чем я говорил, да. То есть необходимость, заход, точнее, нахождение какого-либо фрага вне хайграунда, я бы не сказал, что это самый эффективный. Но, с другой стороны, посмотрите, что сделал бивер. Бивер разбил смоки. Ценой собственной жизни, своим муравьем смог разбить. И это хорошо. На самом деле, это реально хорошо. Если им сейчас не снесут ХГ, то вообще отлично. Иллидан хочет все сделать красиво. Ну да. Пока что... Ну, может он сейвит 10-секундное БКБ, потому что он знает, что 10-секундное БКБ решит в каком-то там главном тимфайте. Вот это 1 секунда, Яо находит Майдана. Точнее, не Яо, господи, ФНГ находит Майдана. И до свидания. До свидания, тускарец. Неприятная игра для тускара, согласитесь. Нетим файта, он по факту ничего сейчас уже сделать не может. Или Дан не перефармил врагов, поэтому они тянут игру. Так, в смысле, сейчас в данный момент тянут игру эффекты? А не... Спириты. Спириты в порядке. Спиритам выгодно, чтобы все это не происходило. Потому что, посмотрите, по фарму они перегоняют оппонента. То есть постепенно, постепенно... Так, нашли здесь ДК. БКБ нажито. Но я не знаю, я не уверен, честно говоря, в этом БКБ. Вот зачем, чё? То есть каким образом он собирался спастись? Если по ночью СР нажал, я бы вообще... Тут скончался, наверное. Ну да ладно. Минус 1 секунда БКБ, минус ДК, и у БДК нет байбэка. А вот это минус сторона, возможно. Да, слушайте. Что там по Айгису? Айгис закончился, а СР на ДК лежит. Лу! Это, это шикарно. Это просто лучшее. Ну, я даже не знаю. Тут как-то... Все переворачивается с... С... Нок на голову. Буквально за одну секунду. Но им хватит? Более чем хватит времени. Равейдж влетает. Туда же по КП от миу... Точнее от Афонина. Веник. Пытается здесь спастись. Очень красиво въехал. Нажал ульту, но его прикончат. До свидания. Тем временем еще и пытается уйти отсюда Shadow Shaman. Он под колд снэпом. Его, скорее всего, прикончат. Санстрайки. Никуда. Влетает сюда Мэдден. Пытается подставить Shadow Shaman. А не получается. Он сам еще и отдается. Ну и эта инициация была, на самом деле, изначально крайне... Хоть я назовем ее так... Наивной. Потому что без ДК тимфайт для эффектов. Но против пятерых нафармленных врагов не то, чтобы эффективен. Или не то, чтобы перспективен. Но пришлось, да. Пришлось ради спасения бараков. Хотя можно было их отдать. Влетает сюда же сшивый Тайтхантер. В Санстрайке на ДК. ДК просел немножко. Ну и в БКБ инвокер уходит одновременно. Еще и в инвизию улетает. Просто убегает. Нужен вижн. Есть гем, кстати, на Тайде. Тайт, влетает. Дает дальше еще гаши. Нужно обездвижить хоть кого-нибудь. Хоть как-нибудь. И отличный Торнадо по троим. Не оставляет шансов на эту погоню. Засейвили. Засейвили в бараке. Молодцы. ДК по помощи и сыр прожал. Нет, он отдал Тиннику. Окей. Жестко. Просто жестко, друзья. Crystal TCS завязал? Нет, прости. Если ты хотел, чтобы я завязал, то ссори, не завязал. Я вообще думаю, что ближайший месяц довольно много буду стримить. Так что если кто хочет зайти на персональные мои стримы Crystal My TV. Хотя я думаю, что таких людей будет человек пять. Буду стримить до Тан и Папка. Это основные вещи. Так. Времени влетает Тинни. ВКБшку прожал. ФНГ очень серьезно просел. Скорее всего погибнет. Да, здесь 100%. Но погиб он за счет раскаста Тинни. Теперь у Тинни нет вообще ничего по касту. Потому что еще и маны мало. Тайтхантер красиво. Въезжает на коньках. Дает ульту. Сам станется от Карапаси Бивера. Очень хорошо все сделал здесь. То есть Никс на самом деле. Дабл импейл по Тускару вместе с Шадоу Шаманом. Не оставляет вообще никаких на них шансов со спины. Заходит ДК. Дает весь рассказ Бивера. Фобос. Фобос живет до самого конца. Но в конце концов обязан здесь погибнуть. Влетает еще и на дровку вместе с ЛТВ. Но дрова с хайграунда убивает ДК. И что здесь остается? Только Тиннику. Афонин. Афонин пытается спасить. Упершись в стену. Потому что он сам. Ну камень. И наверное стена ему поможет. Я черт его знаю. Но в конце концов точно прикончит. И Афонин. Бежит в станчик. Станчик отличный от Рошана. И боже мой. Что? 36 хп у этого парня. И он может выжить или нет? Нет. 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 Лол. Лол. 10 хп. О май го. О мой бог. Это жесть. Тапочки на ПТ. Точнее на силу. Тапочки на ПТ. ПТ на силу, друзья. Это жестко. Это жестко. Вот это лайкерство. Но на самом деле это не сильно меняет ситуацию. То есть да. То что Тинни не погиб. Это хорошо для них. Но байбек на ДК имеется. Это не значит что у них имеется. Татьхантера нету. Байбека у нее даже есть спон. Был бы нет рейджа. Так что Лидан сейчас совершенно спокойно с Ягисом просто зайдет. И снесет им все стороны. Ну должен. Так. Влетается ЛТВ. На Лакрити на Иллидана. Нормально заезжает. Это Game of Rose конечно. Дикий. Ничего не скажу. Так. Но дамаж на самом деле уже не так уж много. Объезжает от Иллидана. Особенно в отсутствие Лакрити. Бивер. Хороший дабл стант. Шикарнейший подставился сейчас Shadow Shaman. Но он не знал о том, что здесь находится. Бивер опять же должны были стоять в центре кейли. Какой-то гем. Тем временем Тинник тоже уйдет. Я так понимаю, что драться ему здесь нет варианта. Он только просто провязал БКБ. Это все, что он смог сделать. ДК. Из Инвиза. Его конечно же здесь видит. Потому что имеется гемчик. Еще и до сли были прожиты. Реведж. О. Тайтхантера. Дальше влетает. Еще и Афонин. Пытается хоть кого-то раздамажить. Но никого не получается. Потому что Фобос вместе с Иллиданом оба в БКБ. И начинает насаждать нереальное количество дэмэджа. Дабл Тифеник Бласт на всю карту от Инвокера. Что делает АЛТВ в этом окончании? И карта эпичнейший раз касты. На самом деле они уже ничего не решают, конечно. Вообще пофигу. Совершенно. Это в любом случае. Карта за Сим Спирит, друзья. Да. Интересная карта получилась. Но подождите. Сейчас еще влетает Тадец. Синие там пытаются раздамажь Бивера. Бивер не убиваем под Карапасиме. ДК. ДК. Много дэмэджа Фобоса. Или Данчик. Тем временем на развороте. Хороший и Дабл Сайленс. Замедление пошло. ДК. Он, конечно, толстый и жирный. Но всем плевать. Уже слишком много дамаги. Влетает сюда. И это минус Эншент. И это Джи-Джи. От эффектов. Поздравляем. Поздравляем с победой. Команду. Тим Спирит. Крайне странная катка, я бы сказал. Но мне понравилось. Я надеюсь, что вам тоже. Поэтому мы подождем следующую карту. Напоминаю, что это Бестов 3 Противостояние. Только что перед вашими глазами была первая карта. И через некоторую паузу мы к вам вернемся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!